МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мировое сообщество вспоминает жертв Холокоста. Какой будет новая дорожная карта экономической стратегии Беларуси и чем для наших жителей обернулся ледяной дождь? В эфире итоговый выпуск новостей в студии Ирина Мартьянова. Добрый вечер. В Беларуси принята новая редакция третьей директивы президента. Напомню, в первоначальном варианте экономия и бережливость беларусов должны были сыграть свою роль в обеспечении безопасности страны. В нынешней редакции экономический посыл остается, разве что выходит на более глобальный уровень. Теперь залогом экономической безопасности страны станет работа ученых, энергетиков, промышленности и не только. Евгений Горин разбирался в документе. Новая редакция директивы об экономии и бережливости – это своего рода знак времени. Ситуацию в мировой экономике заставляет корректировать экономическую стратегию Беларуси. Сменилось и название документа. Теперь директива номер три о приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства. Буквально вчера президент говорил о необходимости иметь ясную дорожную карту развития национальной экономики. Правительство не должно быть какой-то конторой. Правительство должно сегодня, прямо надо об этом говорить, в сложной ситуации, в ручном режиме управлять экономикой там, где это надо, на месте. Помогая всем, чем мы можем, предприятиям, губернаторам, председателям райисполкомов. Требуя от них безукоризненного исполнения принятых решений и очень высокой напряженки и интенсивности. Все должны быть поставлены под ружье и давать результат. В директиве несколько ключевых направлений стратегии роста. Увеличение продаж отечественных товаров за рубеж – это основа для сбалансированности белорусской экономики. Это и валюты, разгрузка складов и увеличение золотовалютных запасов страны. Однако, если сегодня у республики два основных рынка сбыта – Россия и Европа, то через четыре года это соотношение должно быть поддельно между тремя рынками. 30% – Евразийский экономический союз, Европейский союз тоже 30% и оставшаяся треть – рынки дальней дуги. Это сократит риск зависимости экономики Беларуси от отдельных стран. Принцип диверсификации рынков хорошо виден на примерах отдельных предприятий. На этом Гродненском заводе производство не сокращают, а увеличивают. Появился новый конвейер, а с ним и новые виды сыров. Всё уходит на экспорт. Новое направление, которое мы для себя избрали – это страны азиатские. Страны, которые импортируют в основном серьёзный объём продовольствия. Так мы в феврале участвуем в серьёзной выставке, которая будет проходить в Дубае. Мы рассчитываем на неё, потому что мы представлены, мы сертифицированы по стандартам халяль. Поэтому в мусульманский мир смело мы предлагаем свою продукцию, она подтверждается соответствующими сертификатами. Ещё один приоритет развития высоких технологий. Нужно, чтобы наука шла рядом с производством. И белорусская экономика становилась по-настоящему инновационной. Наука создаёт, производство осваивает. Появляется конкурентно способный продукт с высокой добавленной стоимостью. В институте машиностроения эту разработку уже давно оценили аграрии. Система автоматического управления пахоты почти на каждом белорусском тракторе. Она создаёт борозду идеальных размеров. Раньше умное оборудование закупали у немцев. Белорусская же дешевле. По некоторым параметрам и вовсе выигрывает. Всё это помогает экономить и быть эффективнее на рынке. На один трактор мы экономим 3000 долларов. Сейчас два поставщика. Они занимают уже где-то процентов 80. 80 наших производителей от количества общего, от общей комплектации. И только вот на какие-то специальные заказы за рубеж идет большевская комплектация. Директива даёт ещё больше импульсов для развития государственно-частного партнёрства. Не только в формате парка высоких технологий или индустриального парка «Великий камень», что, несомненно, ещё одни приоритеты. Но и создание новых высокотехнологичных производств, бизнес-инкубаторов. Возможность заработать, создав собственный бизнес. Андрей Смоляр управляет одной из самых эффективных транспортных компаний не только в Беларуси, но и в Евразии. С начала этого года успел съездить уже в 15 командировок. Цены на услуги компания понизила, зато контрактов собрала больше. На этом предприятия от кризиса хорошо защищены. В такой непростой ситуации, которая сейчас в мире в целом складывается, когда падает спрос, основное внимание нужно уделять продажам. Потому что сейчас произвести хорошую продукцию фактически любой дурак может. Все производят хорошую продукцию, и если она некачественная, то ты просто вообще не присутствуешь на рынке. А вот продать, да, продать это надо, это надо над этим системно работать. Вот я своим продавцам всегда говорю, стучитесь и вам откроют. И сейчас добиться цели, это не значит, что вот выстрелил, повезло и попало. Для меня важно количество выстрелов, в каком направлении было сделано, правильно ли было сделано, а цель выбрана. Четвертое направление – устранение проблемы высокой энергозатратности предприятий. Для производства товаров электричество и тепла тратятся больше, чем у конкурентов. Это значит проблемы с созданием высокой добавленной стоимости. Выход – новые технологии. Инновации, позволяющие снижать издержки. Директива – это своего рода концепция, дорожная карта, защита экономической безопасности Беларуси. Совету министров поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации положения документа. Евгений Горин, Ольга Коршин, Юрий Корнилович, телекомпания СТВ. Белорусские полярники установили первый жилой модуль антарктической станции. Он разместился в географическом комплексе «Гора Вечерняя» в Восточной Антарктиде. Модуль состоит из трех секций, включающих и лабораторию, где наши специалисты будут проводить свои исследования. По словам участников экспедиции, этот комплекс обеспечит достойные условия жизни отечественным полярникам. Ну а главное – даст стране возможность сделать последний шаг и прочно закрепиться на этом континенте. Это стало возможным во многом благодаря тому, что проводится целенаправленная государственная политика в этом направлении. И слова «сделано в Белоруссии» в данном случае все мы вместе с вами можем произносить с гордостью. Посмотрите, какой состав – врач, ученый, механик, прикомандированный специалист российской антарктической экспедиции. Мы сделали это вместе с вами. В Белоруссии очереди в травмопункты. Десятки человек буквально за несколько часов получили серьезные травмы. Все случилось после ледяного дождя, который накрыл страну накануне поздно вечера. Плюс днем и минус ночью – настоящая убойная смесь, результат которой гололедится. И если на статистике дорожных происшествий погодные метаморфозы серьезным образом не отразились, то пешеходам повезло гораздо меньше. За прошедшие сутки обратилось порядка 40 человек. С гололедной травмой именно было трое пациентов. Госпитализирован один пациент с приломом лодыжек. Остальным оказана помощь в нашем отделении. Они отпущены на амбулаторное лечение. Оттепель буквально обнажила слабые места в работе и коммунальных служб. Одно из пятиэтажек на Карла Липхнихта залило водой до третьего этажа. Из-за потопа коротит электропроводка, взбухают потолки и отваливаются обои. Коммунальщики только разводят руками. Менять кровлю в такую влажность не рекомендуется, выяснила Анастасия Винчо. Погода в квартирах 63-го дома по Карла Липхнихта не сильно отличается сейчас от той, которая за окном. Вода наполняет тазики. Это, между прочим, 4 литра буквально за час. А тряпки приходится выжимать каждые 10 минут. Весь день накануне и сегодня с самого утра Тамара Валерьевна не отходит от своего балкона ни на шаг в арсенале добросовестного дежурного ведра, тазики и тряпки. Сегодня я не могу даже выпить кофе. Я все время бегаю тряпки. То кухня, то зал, то спальня. Я все время отжимаю, выливаю. И кроме этого у меня весь балкон уже залит. Я не справляюсь. А пока Тамара Валерьевна нарезает километраж от балкона и кухни до ванной, в соседних апартаментах ветеран труда Любовь Михайловна, как женщина с большим жизненным опытом, подходит к проблеме не совсем стандартно. Вешали клеенки и делали такие толстые петли и спускали в аду, в таз, в кастрюлю. А Людмиле Сергеевне этажом ниже уже никакие изобретения не помогут восстановить свежий ремонт и оправиться от переживаний после ударов током. Я была подлезла, чтобы подтирать потолок. И произошло, я не знаю, что какое-то самое электричество ток. Так меня чуть ли не убило этим током. Возраст у проблемного дома солидный. 50 лет. И с момента постройки крышу здесь чинили не раз. Правда, ремонт был, что называется, точечный. Крыша, где нигде, все равно протекала. Интересно и то, что о трещине, из-за которой залило целых три этажа, коммунальщики знали. Только вот ремонт был запланирован весной. Зимнюю оттепель в расчет, видимо, не брали. Два раза в год проводятся осмотры. Весной 2015 года дефектов над вторым подъездом не было. Согласно осенних осмотров, были выявлены некоторые замечания по этой кровле. И данный подъезд был запланирован в выполнении ремонта по замене кровли на 2016 год. За все пострадавшее имущество местный жест выплатит жильцам компенсацию. Кровлю коммунальщики в ближайшее время также обновят. И вот вопрос, сколько можно было бы сэкономить, если бы к решению проблемы службы приступили с момента ее обнаружения. Правда, очевидный ответ в этом случае, к сожалению, уже не актуален. Анастасия Винчо и Иван Боровой, телекомпания СТВ. Ваша новость может стать поводом для сюжета в наших выпусках новостей. Свои сообщения оставляйте на форуме по адресу в интернете ctv.by. А еще связаться с нами можно по телефонам горячей линии СТВ в Минске. 290-66-00 или по линии мобильной связи 1-600-700. Население Беларуси за прошлый год приросло почти до 9,5 миллионов человек. В основном за счет притока мигрантов, среди которых большинство жителей Украины. Героям нашего следующего материала, как и многим его соотечественникам, тоже пришлось покинуть родные стены, чтобы новую, спокойную жизнь начать уже в Беларуси. И, как выяснил наш корреспондент Александр Добрьян, уни-складовая пока единственная трудность, с которой столкнулись здесь украинские переселенцы. Вот кабанчик наш. Ох, позирует. Коренной горожанин еще пару лет назад живых поросят он видел только по телевизору. Александр Александрович и не думал, что в 58 лет придется начинать жить заново. Вот год до пенсии осталось. Война все поломалась. О родном Донбассе мужчина вспоминает с трудом, сдерживая слезы. Война забрала сына. Беларусь же дала надежду на лучшее будущее. Новую жизнь на Рогачевщине Александр Цокота строит с женой, дочерью и тремя внуками. Что там сегодня в школе? Шестерка, семерка. Семиклассник Геннадий говорит, что переезд заставил повзрослеть. Главная сложность в школе была с уни-складовым, но трудности в прошлом. Самое непролучное, это было выучить белорусский язык. Сложно было. Я когда услышал, ни одного слова сначала не понял. Ну, а еще немецкий тоже я шенглейский учил. То есть теперь у тебя аж пять языков. Да, получается. Парень мечтает в будущем поступить в музыкальное училище по классу саксофон, как старшая сестра, которая уже второй год учится в Гомеле. Старшее же поколение семьи из деревни перебираться не думает. Светлана Васильевна признается, давно хотела переехать жить за город. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ой, вы что, я такая довольна детям так хорошо в школе, вот в садике, и питание, и отношения, и соседи. Я говорю, что вот как попала, я даже не знаю, как к родным людям, к своим приехала. Кстати, в одном только журавлическом сельсовете новый дом обрели почти 30 украинских семей. Правда, видятся земляки нечасто, как бы там ни было, а работать, чтобы обжиться на новом месте, нужно вдвойне. Александр Добриян, Виталий Раскопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. Мировое сообщество вспоминает сегодня жертв Холокоста. В этот день, 71 год назад, советские войска освободили узников лагеря Освенцы. Сегодня в Минске прошел вечер памяти. Он объединил ветеранов, дипломатов, представителей общественных организаций, молодежь. Напомню, жертвами Холокоста стали 6 миллионов евреев. В Беларуси действовало 260 гетто. Один из самых крупных располагался в Минске. В Тростенце содержалось более 100 тысяч узников. Всего же в годы войны немцы уничтожили свыше 900 тысяч белорусских евреев. Около четверти из них – дети. Это очень важный день. Это день, когда мы начали сегодня утром все общины в мир. Собрались евреи. Молимся за эту память, за эти все святые люди, которые погибли на этот день. И это тоже день воспитания, которыми воспитывают наши дети. И что мы должны, чтобы никогда это буду повторить. Опыт нам показывает, что мы различные государства. Надо собираемся и вместо попробовать решить те проблемы, которые стоят перед нами. А в никаком случае нет наоборот. А дальние подходы не помогают. Сегодня же вспоминают героизм и мужество жителей Ленинграда. Ровно 72 года назад была полностью снята блокада города на Неве. Почти 900 дней ленинградцы сражались за свой город и за свои жизни, потеряв, по разным данным, от 400 тысяч до миллиона человек. Нехватка узких специалистов, переход отечественной медицины на электронные рельсы и квалификация сотрудников в частных медцентрах. Это лишь часть вопросов, которые подняли сегодня в Минске на итоговые коллеги ведомства. В целом, за прошлый год белорусская медицина добилась немалых успехов. Но есть и проблемы. Что сегодня волнует людей и какие медицинские ноу-хау, как бальзам на душу. Мнение выслушала Валентина Железная. Нина Михайловна пациент со стажем. Ее история болезней насчитывает уже третий том. И еще лет 5-10 тому пенсионерка с удовольствием побеседовала бы с нами о наболевшем. Длинные очереди, нехватка талонов, говорит тот еще комок нервов. Теперь же она таких диагнозов не ставит. Конечно, лучше гораздо. Гораздо лучше по сравнению, как раньше было. Вот же здесь сидишь. А теперь вот пришла, пожалуйста. Василий Алексеевич тоже не жалуется. В его поликлинике уверяют, залечили все больные места. Недавно он обзавелся еще и модным ноу-хау электронной карты пациента. И теперь разве только один его вопрос намекает на прежнюю симптоматику здравоохранения. Если я записался к врачу, я стою в очереди, регистратор забрал талончик, раздевалка, а потом иду, чтобы сказать, что я иду к врачу. Это не должно быть. Если компьютерная система работает, то карточка должна быть находиться у врача в кабинете. В последнее время здравоохранение Беларуси активно вооружается современными технологиями. Электронные очереди, виртуальные личные дневники пациентов, заказ талонов через терминал и интернет. Всему этому здравия желают. Спектр работы изменился. Изменилось само рабочее место наших врачей и медицинских сестер. Сегодня на каждом месте рабочем есть компьютеры. И они с помощью техники ПВМ сегодня могут работать быстрее. А вот тем, кому по старинке с утра пораньше приходится идти за талоном в регистратуру, реформы нового поколения были бы словно бальзам на душу. Порой вот так отстоишь в очереди, от специалисту так и не попадешь. Очереди очень большие. Если сделать, например, то УЗИ, кардиограмму, на многое вот это надо выстоять в очередь. Нехватка узких специалистов – больной вопрос для многих. Между тем, министр здравоохранения сегодня пообещал, в текущем году кадрами будут укомплектованы все. Мы говорим, что поликлиника полный штат, но всех нет. Кто-то в декрете, кто-то на учебе. Ну, тоже это рабочие моменты, но мы должны их нивелировать. На сегодняшний день мы для того, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи, мы увеличиваем время работы участковых врачей, время приема. Ну и мы сохраняем в основном там, где необходимо, и лечебную сеть на селе. Валентина Железная, Юрий Корнелович, Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. Шотландские острова захватили викинги. В эти минуты здесь проходит фестиваль огня, который принято проводить в этих местах с 1870 года. Так, местные жители подчеркивают влияние скандинавских викингов, которые правили на островах 500 лет до середины 15 века. Здесь все, как во время викингов – рогатые шлемы, кольчуги и факелы. Осталось в этом празднике и еще одно традиционное действие – публичное сожжение ладьи. Если верить легенде, при соблюдении всех традиций зимнее солнце станет ярче и теплее. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Я же на этом прощаюсь. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok